Всем привет! С вами Анталия. Сегодня я хочу сделать тест-драйв продуктов питания из FixPrice. У меня один раз было на канале такое видео, и почему-то люди его прям и заценили, и одновременно бомбили. Ну, в общем, оно вызвало достаточно много внимания. И что я буду пробовать сегодня, вы сейчас увидите. В общем, вот у меня пакет FixPrice. Если вам интересно, то не переключайтесь, я буду говорить отзыв о продуктах. Также не забывайте подписываться на мой канал, кнопочка прямо под видео. И если вы хотите узнавать о моих видео первым, то рядом с кнопочкой подписки нажимайте значок колокольчика. Тогда вам будут всегда приходить уведомления. Ну, а мы начинаем. Так, первое, что я хочу попробовать, это Морс Дом 2. Так что сейчас попробуем. Надеюсь, я ничего не уроню и не разобью свою технику. Тут у меня как-то стоит фотик, стоят всякие штативы. О, смогла. Ой, по ногам потекло, холодно, холодно. Дом 2. Будем верить, что это пьют участники Дома 2, хотя нет. Лучше об этом не думать, это просто Морс. Пахнет такой химической смородиной. Химической смородиной. Один литр, честный объем. Слушайте, надо было, наверное, взять кружечку, ну ладно, выпью так. Кислый собака. Да, на смородину похоже, похоже, но химозненькая такая смородина. Ну, то есть, понятно, что в Доме 2 пичкают химией, я так понимаю, запах хуже, чем вкус. Вкус приятнее. А запах, в Дом 2 даже на крышечке. В общем, я ставлю, наверное, где-то четверку этому Морсу. Дальше это пирожное, которое называется Тимми. И что меня больше всего, иной раз, фикс прайс начинает раздражать, это то, что фикс от слова фиксированное. Но какого ж хрена, простите меня, там столько нефиксированных цен. Вот, например, вот эта цена товара 77 рублей. Хотя там 50 или 55, типа, фиксированное. Но в чем фиксированное? Почему фикс? Если там далеко уже не фикс, там много разных цен. Ладно, это пирожное с малиной и сливками. Ой, смотрите, выглядит классно. Все в такой коробочке. И такие отдельные пироженки. Прям как барни, знаете. Я сейчас не удивлюсь, если там как барни, это все выглядит. Но, скорее всего, это просто пироженка. Да, это просто пироженка. Все приклеилось прямо на обертку. Вкус детства, я вам говорю. Прям 90-е, такие начало 2000-х, когда я была маленькая. Вот эти вот рулеты с такой химической клубникой. И с дешевыми сливками. Это не значит, что это плохо. Нет, он вкусный. Вообще, мне понравился. Ставлю вот... Тиме ставлю пятерку. Смотрите, нашла я вот такие, значит, соки. Angry Birds. Кстати, я сейчас играю в Angry Birds, поэтому у меня прям в тему вот такие вот птички. Итак, значит, Стелла каковаты у нас. Он очень пересладкий, очень много сахара. Такое ощущение, что я пью один сахар. Чересчур сладко. Вот вы когда пьете сок, вы им наслаждаетесь. Да, он сладкий, но он как бы в меру сладкий. Вы им наслаждаетесь. А здесь я не могу насладиться, потому что здесь один сахар. Кедри, не фене, один сахар. Ладно, попробуем теперь Чака. И он нам обещает грушу и яблоко, значит. Сейчас грушевое яблочко попробуем. А Чака... Чак лучше. Вкус детского пюре. Жидкого-жидкого детского яблочного пюре. С такой прям кислиночкой. Не пересладкий вообще. Такой достаточно нежный, приятный вкус. Прости, Стелла, ты бобенка, но я тебя посылаю. Я вот мужичка выбрала желтого. И действительно советую, советую. Он классный. А также я взяла вот такой чай, черный байховый. Дом 2, индийский. То есть мы сейчас попьем чай, который пьют участники Дома 2. Надеюсь, что я в Дом 2 не попаду, а просто это останется чайпитием и ничего плохого мне не сделать. Поэтому Валер сейчас пока что его заварит. И мы с вами скоро к нему вернемся. Лови. А вдруг на лобное место захочешь? На какое лобное место? У меня же там какое-то лобное место есть. Я не шарю. Че? Ты че шаришь в Доме 2? Понятно. Ну а я тем временем, пока Валер заваривает чай, еще одну вкусняшку от Тимми попробую. И на этот раз это конфеты Тимми клубничный банан называется. Так-то они выглядят. Розово-такие вот желтенькие мишки. И пахнет все это бананом, но таким, знаете, прям настоящим, не химическим, а прям бананом. Как будто его взяли и помяли. Грубо говоря, смузи. Знаете, ничего, ничего. Очень даже сносно. Такие прям приятные, нежные очень. И неприторные. И раскусываются легко. То есть мармелад жевательный прокусывается хорошо. Хорошо объяснила, да? Мармелад шикарно прокусывается. В общем, что хочу сказать. Мармеладки Тимми ставлю. Я им, наверное, пятерку все-таки. Да, пятерку, потому что вкусный, хороший. Вообще, судя по всему, продукция Тимми в фикс прайс вот такая вот неплохая. Это русский десерт воздушные зерна риса. Вот так вот это выглядит. Фу! Пахнут они не очень. А на вкус хороши достаточно. По-моему. Похоже на семечки. Пока вы не раскусываете эти зернышки рисовые, кажется, что это семечки. Очень схож вкус. И как будто есть какая-то ваниль. Очень быстро тает во рту. Это большой плюс, потому что это приятно, когда у вас во рту что-то тает. Да, согласна? Тоже попробуйте обязательно. Воздушные зерна риса тоже ставлю пятерку. Вкусно, съедобно. И приятно, так скажем. Ну, а мы ждем последний штрих. Это чаек Том-2. Сначала определяю запах. Ничем не пахнет. Как у меня бабушка в детстве говорила, веники какие-то заварили. Веники безвкусные, без аромата. Веники. Вот пока что примерно такое ощущение. Либо, знаете, чай, который один пакетик заваривают пять людей подряд. То есть один пакетик раз, один пакетик два, один пакетик три. Один и тот же пакетик побывал в пяти кружках. И вот на четвертый, на пятый он стал вообще никаким. Вот, в принципе, примерно такой запах. Фигня. Нету ни вкуса, ни запаха, ни насыщенности, ни намека даже на то, что это чай. Ну, я говорю, вот это действительно вот то, что давали примерно нам в школе в столовой. Вот такой примерно чай нам давали. То есть вкус чая вообще незаметен. Цвет чая есть. Как бы ты понимаешь, что это чай. Но с точки зрения, какие бывают там хорошие чаи, это полный ноль. Так же могу сказать, что Дом-2 чай не проканал. Вставлю ему двойку. Не понравился вообще. Но понятное дело, что мы его допьем. Там сладеньким он там пойдет. Вот, да, если есть с конфеткой, там, с рулетиком, с тимми, да, закусить, то это хорошо. А вот просто вот так. Вот такой вот был у меня тест-драйв продуктов. Если вам понравилось это видео, то ставь большой палец вверх. И если ты еще хочешь такие видео, то тоже ставь большой палец вверх. Если мы наберем здесь 9000 лайков, то я сниму совсем скоро еще одно видео, где пробую вкусняшки из FixPrice. Конечно же, там уже они будут совсем другие. Ну, а я приглашаю вас на наш влоговый канал. Ссылочка под этим видео. Обязательно приходите, подписывайтесь. Буду с вами прощаться. Увидимся скоро. Пока-пока.